Женщины нормальные, радуются на крайнях, кисло радуются айфону, а не куску дерева. Иди сюда, моя журненькая. Ой, это зимой, пусть их все ратут. Хотелось бы сказать, как прекрасно прошла эта ночь, но нет. Мы приняли с собой второй обогреватель, на нем показана температура окружающего воздуха. И вот практически всю ночь она держалась на отметке плюс 3, плюс 4, плюс 6. Ну, конечно, поддувает. То есть там лежать немножечко, мне так вот вообще какой-то свежий воздух везде чувствуется. Вот это вот наш будущий склад, который мы хотим построить в этом году и переехать в него. Почему склад? Потому что, видите, объемов таких, в принципе, немаленьких, очень много строительных вещей всяких разных условий. Нам нужно место, где они могут храниться. И плюс ко всему, Славе нужно место, где все мастерить. А потом мы будем строить вот здесь вот на этом месте бытовочку. Что-то мне холодновато, пойду я помашу лопатой. Стоит задача откопать какие-то доски для стеллажей. А снег складывать не буду. Нужен снегоплавильный пункт. Ну вот я пришла снимать, что ты тут сделал. Так поздно, пока ты вот еще одну поставили розетку, чтобы не зависеть, а то у нас одна переноска шлака этой, которая идет через все это дело. И поэтому днем она у нас не работала. Вы будете днем, иначе, два и переноски. Да, потому что переноски кабеля у них слабенько очень. Они лили, лили, тянет обо это, маленькую кушечку. Похоже, такая порвутка вот, короче, ужасная рачка. На стяжках это все нужно переделать. И кабеля другие. Я с вами не так. Кабеля. Кабели. Что это там про кабелей? Кабели правильно говорить, чтобы не получались кабеля. Так, это у нас какая-то толстая ДВ-пуха, да? Ее, в принципе, можно применить на обшивку, чтобы покупать. Вот такие мы. А там вот снизу какая-то отметка, это не полка? Вон же полка, мы же 50 решили. Да, 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 да. Видишь, как вот? Вовремя, главное, так сказать. Да, да. Проконтролировать. Да, 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 молодец, молодец. Молодец. Да епит твое. Короче, я больше дешевые самолезы покупать не буду. Так это же у нас не дешевые. Это же у нас уже из этого или еще нет? Это из Леруа. Все встают как надо, не кривые. Держи. Ну, ну, куда ты? Все, просто зафиксируй, держи. Ты сверлишь? Угу, сверлишь. Тюменький, тюменький. Чем заняться зимними, холодными вечерами? Например, сделать вот такие очемелые баночки. Делаются просто изолента и скотч. Я вначале хотела сделать вот на всю эту штуку, вот так вот в три ряда, чтобы было. Но сейчас их уже не поставить. А потом решила, что все равно из них не очень удобно брать какую-то мелочевку. И если что-то упадет, переворачивать конструкцию из девяти банок будет не очень. Чтобы очень. Поэтому перевернуть конструкцию из двух банок достаточно легко. Мне кажется, в качестве подручки он бы тянет. Почему бы и нет? У нас поддоны есть под оборудование. Они вообще-то очень крепкие. Так их просто убивать, они ломаются. Поэтому придется вот так вот. Короче, поддоны стояли на улице. А там то холод, то жара. Все замерзло. В чем тут замерзло? Они просто сшиты так вот. Дерево такое, понимаешь? Здесь на них находилось очень дорогое оборудование. А дорогое оборудование надо довести. Поэтому они очень хорошо были упакованы. В общем, когда их стали вскрывать, чтобы разломать, они стали, доски стали ломаться. А не хочется... Не вскрывать, а просто молотком они ломаются. Слава придумал использовать домкрат для этих целей. Пока что... Вот проверяем теорию. Даже домкрат это... Даже домкрат не может вытащить, е-мое. Прикидь. Стоять на нем? Да, да, подержи. Это я стою. Ммм, как я стою. Ой, еще стоять? Стой. Смотри, как они вообще, их это... Не хочет вылазить. Хранить просто. Это что такое? То есть, походу, легче просто тут отпилить, короче. О, прошло. Прошло. Здесь была попытка отломать просто так. Ну, естественно, а то, что я за домкратом пошел. Вот она попытка, чем закончилась. Да, чем закончилась попытка. Смотри. Смотри. Слушай, ну и гвозди тоже обычные вообще. Я не вижу у них ничего такого. Не, они это... Завернутые. Саморезы, что ли? Нет. Они какие-то спиральные гвозди. Что, я такие гвозди не видел вообще? Может, их этим жим-жим-жим? А чем жим-жим я тут буду? Тут шляпка просто... Они забиваются так. Они по спирали входят. Потом вот так выйти, они как бы это... Вот поэтому они, наверное, и не выходят. Слушай, ну что-то... Прям уж это интересно. Почему бы нам не применять такие же? Они при забитии, они наверняка крутятся. И входят вот так вот, да, как бы. А потом уже... Что-то... Вот надо посмотреть, что у них под шляпкой. Может, там какие-то фиксаторы такие, чтобы потом не выкручивались? Да нет, шляпа как шляпа. Уколо, знаете, вот. Такие какие-то заусенцы. Интересные, интересные штучки. Вот как он там сидит. Шляпа отлетает. Вот, это вот мы сделали стеллажики. Ну, в смысле, Слава сделал стеллажик. Один, второй, третий. Здесь у нас, видите, матрасы упакованы. Слушай, вот эти вот, как бы, бока-пассатижи, как их назвать, я не знаю. Плоско-круглокривые губцы. Вот они дешевые, короче, в Ашане. А им и так ничьяк это вытаскивать. Надо купить еще один. Шляпа, 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 шляпа. Ну, 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 ну. Ну, нельзя такие вещи делать. Да? Ну, YouTube вот примет эту сцену насилия. И не будет наш ролик подглядать. Ну, ладно, если потихонечку там погладить, так. И будет это сцену? Ну, если я при этом за кадром буду кричать, то будет. Ну, ты не кричал. Ты должна, так сказать, переноситься, тяготы и решение. У меня зеркала нет в зимовнике. Вон одна сплошная тягота и решение. Ой, какая овощь, овощь. А все начиналось с того, что... Ой, давай я сейчас быстренько разберу калеты на козлы. То, что разберу, сейчас их соберу козлы, рассчитывалось на то, что они просто разлетятся сейчас вообще. И они даже не собираются. Ну, реально ура! Кстати, в прошлый раз мы здесь были, ну, как бы, сутки. И за это время посчитали, сколько нажгли электричества. В общем, получилось на 170 рублей за один день. Когда мы за месяц платим, ну, 80-100 где-то, как обычно. Я вообще думал, будет рублей 500 за сутки. Два обогревателя хреначки. В 12 ночи захотелось спать почему-то. Мы только начали. В биотуалете с красным сиденьем. Какой должен быть свет? Нет, конечно же, синий. Для того, чтобы ночью включать не было светло, чтобы не будить второго. Вот такой вот у нас дизайн нашего туалетика. Что внутри, не покажу. Внутри стоит ведро с мешком. И вот здесь вот наполнитель. Как котики, в общем. Вот тут Слава же еще, кстати, трубу сделал выводную. А, он же еще собирался сделать вентилятор. Ты забыл сделать его? Я не забыл. Что, я отдыхал, что ли? Нет, нет, не отдыхал. Я просто, ты пошел козла делать, я думал, что я забыл. Просто это не так, конечно же, воня нет нифига. Да, воня нет. Вот чего нет. Ну, из этого наполнитель нет. Чего нет, синий свет. Вот так вот, видишь, 8 января с утра на свой участок. И пойдешь гулять по нему в обход. Держать свежим, зимним, морозным воздухом. Ну, чем, мне кажется, так? Ну, а там наш зимой. Заходишь, и тут сразу хоба-хоба-хоба. Разный унитаз. Я не знаю, зачем мы забираем вот эти морозы, пусть я их спираю. У меня такое ощущение, что они пригодятся. На менталолом сдадим. Да, вот это, на самом деле. Ну, им можно же ехать куда-нибудь, как в качестве арматуры, зафигачить бетонный раствор. Они будут там скреплять что-нибудь. Безумные деньги, пусть. Тебе надо их записывать. Создать видео отдельно, да, всех своих идей. Предложений? Рад с предложений. Как сэкономить на строительстве? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»